Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 593. События дня. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. За 28 июля 2017 года. Дома-то не приходится быть. В интернет выходить редко. Но иногда заглянешь только. Поэтому только наши события. Вчера были свободны от работы с бульдозером. Но нужно было желание выполнить свое. И спрашивал, как других поднять уровень воды на втором мостике. Поэтому два раза ездили на грузовой. Не хватило свай. Около ста свай только забили. Повернуть в воду. Поднять уровень. Это очень непросто. Но все это заснято, будет показано. В это время из Барнавула был сигнал. Начальник Чернышов Валерий Владимирович. Начальник над бульдозером, бульдозерисом едет расчет получить. А он своим ходом ушел в Корчино. Оттуда уже платформу из Барнавула заказывают. Потому что тут дожди прошли. Опять не проехать. Расчет полностью произошел. По-хорошему. Все. Обошлось мне это удовольствие. 153 тысячи. Ну вот. Из рук в руки. Все. Расстались опять по-хорошему. Еще не закончили. И на сегодня осталось. Ну. Опять предвидится дожди. А Сергей Пупков привез Королевых из Канады сюда и пообещал уезти обратно. И боясь дождей, а машина слабенькая. Такая только по асфальту. Вот так такси. И он им предлагает выехать. Раньше два дня прожить в Барнавуле. Там мы загуляем. Или я с Татьяне Капустиной предлагаю. Но не знаю как будет. И собираются домой вроде бы дроботы. Нестор и Фроси. Это уже для нас событие. Потому что проводы. Встречи. Перед отправлением Мария Королева из Канады попросила ей книги продать. Два экземпляра нового завета. К истинному православию. Для Слову Божьей нет уз. Ну пришла тут в мою комнату. Нашел кое-как для Слову Божьей нет уз. Это на складе уже. Там хранится литература. И вот и все. Едва до постели до борябаешься. Много камней. Бутово камня пришлось скатывать его с крутизны в лох. А там потом носить и укладывать, чтобы вода не котлована рыла, а разбивалась об ней. Ну это все весна покажет, на что способна. Не закончили, не успели. Вот и все наши события. Показать мы уже ресурсы наши. Вот не совсем все это открывается. Мой мир. Вот он. Сюда приходит. Второй мой мир. И я не знаю, почему-то форум сегодня не открывается. То ли на ремонте у них. Не открывается. И все. Все утро пробую открыть. И как? Время тратить не буду. И вот наш видеоканал православный. 10 роликов тоже сегодня поставил и перенес их на Мейл.ру. Интересная посещаемость. Одного из 7 только, другого 11. Вот. А Никита принес обед. Что нового? 25. Вот. На участке Виктора ничего не посажено. Ныне. Тоже непонятно. И вот на этом практически будет все. Но еще и вот это выключил. У нас есть сайт. На сайте вопросы. Православный библейский сайт. И вот надо хотя бы один вопрос озвучить. Вопрос. Вопрос 2809-й. 13-й том открытым оком. Это мне вопросы задают, когда я вел занятия в университетах, техникумах, школах. Когда вы читаете Библию или житие святых, то как определяете, есть ли мысленное, конечно, ваше участие, похожесть на тех персонажей? Ответ. Практически всегда вижу себя в тех событиях, о которых считаю. А если это на рабоучительное учение, то мгновенно прикидываешь, что во мне уже есть. А что только желаемо. Что? Если речь шла о святых, то у нас и не должно быть по-другому, потому что все мы одно во Христе. Риммон 12.5. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Прочитал в житиях о том, что вещи несут на себе и нравственное. 21 октября Эларион. Когда принесли ему подарок виноград, очень хорошие пауки по виду, то он сказал, что это виноград от злого, скупого человека. Что и подтвердилось, когда положили перед быками эту кисть. Те оторвали веревки и убежали от смрада того винограда. Когда начали пропагандировать продукт сою, и принесли мне что-то с содержанием сои, то я сказал, что она пахнет смертью. И уже ни под каким видом ничего из сои не брал в рот, повторяя, что она смертельно вредная. А мне и не поверил никто. Ели продукты с содержанием сои. И вот читая в газете «Аргументы и факты» за номером 30 за июль 2005 года, страница 13. Так можно ли есть сою? Мы обратились к одному из ведущих специалистов в этой сфере профессора Института общей генетики РАН имени Вавилова Виталию Пукальскому. Соя, скажем так, природная, чистая, никакой опасности не представляет. Все нападки связаны с генетически модифицированной ГМ-соей, то есть растением, в которое внедрены посторонние, неродные ему изначальные гены. Увы, но именно ГМ-соей мы сталкиваемся постоянно. Просто потому, что из всей производимой сои в мире свыше 77% приходится именно на ее долю. А именно она широко поставляется в Россию ведущим экспортером США. Кстати, сами же авторы ГМ сортов не скрывают. Достаточно уверенно говорить о безопасности того или иного генетического вмешательства в то или иное растение. Можем минимум через 60 лет. Какой сорт сои и кукурузы и как далее испытывался столько? Ни одного. Суть сомнений в общем. Соя модифицируют, в частности, для того, чтобы она была устойчивой для защиты культурных растений. Гербицидам, например. Опрыскали поле гербицидами. Сорняки погибли. А сои ничего не сделалось. Однако за эту устойчивость соя расплачивается. Есть данные, что генетические изменения повышают ее способность накапливать глифософаха. А это сильный и вредный канцероген. Есть такая соя, если попадала, попала в виде добавки в колбасу. Сегодня сотни рецептов колбасных изделий завязаны на сою. Добра не жди. В нашем желудке обитает многомиллиардная микрофлора. Жизненно нам необходимая. Она под влиянием генетической вставки может измениться до неузнаваемости. Причем неожиданно и формы. Вот заболел человек. Ему приписывают пополнее опробированной схеме антибиотики, которые 100% должны ему помочь. Не помогают. Начинает скрупулезно поверять. Отчего так? Оказывается, индивидуальная микрофлора пациента в результате союза с ГМ-продуктом обрела дар. Лишать данное лекарство сырительной силы. Так уж бесследно проходит потребление ГМ-продуктов. Продукции беременной женщины для будущего ребенка. И это только верхушка айсберга. Проверяет результаты и на пяти поколениях мышей, а надо на 150 или больше. А уж допуск ГМ-сои в детское питание – это вообще нонсенс. Начать с того, что делать колбасу из мяса, а не из сои. В институте питания РАМ нам заверили, что согласно принятым у нас европейским стандартам, более 0,9% генетически модифицированных составляющих подлежат обязательной маркировке. Но не все производители такую маркировку наносят. Да и считают хитро составленные этикетки. У нас далеко не все. Премудрец Соломонов 15-12. Это местописание вообще. А не считают жизнь нашу забавой и житие прибыльной торговлей. Ибо говорят, что должно же откуда-то либо извлекать прибыль хотя бы из зла. Кто решил за меня, что преступно, что свято, голос мой для кого был на выборах нужен, что блаженных охаял, прославил проклятых, поиск истины делал все уже и уже. Почему в смертный час мне никто не помог? Ни ходатай за нас и ни слезных прошений. Пусть невидимным дьяволом во мраке наш Бог. Я же зримый и не видел, что стал их мишенью. Кто во мне свое дело без меня приглядел? Страшный бой за меня до разрыва аорты. Мне склониться куда? Да останусь я цел. На поверку. Не первого сорта. Так и мыкался бедным теленком быком, где пахал, где посеял, в чужую утробу. Да в конце-то концов, если вечный закон, чтоб такой, чтобы радость до гроба. Сотни книг и газет и журналов толстенных проштудировал, вмял, отсидел за конспектом. Оказалось в конце шелуха или пена. Шарить начал все шире в заграничных сусеках. Боже мой, мой Господь милосердие полное. Как терпел ты, за мной не в приглядку глядел. Надо мной был шквал из сомнений лишь волны среди воронов черных, ворона и белой. Как в тумане сплошном, не видавшей затища, на прикол встал на рейде, на берег сошел. Книгу книг там мне дали в таинственной книжке. Клад обрел, им затарил последний мешок. И с тех пор этой Библии, в этой Библии пристань моя, просвещение мое от словеса Иеговы. Здесь единственный вечный и верный маяк. День и ночь в нем погрузка на речи всех гомон. Бог решил за меня, где я должен трудиться. Божий Сын за меня выкуп выплатил полный. Я не сам по себе, а выбор сделан был с риском. Быть не быть. Так и бьют о корму эти волны. Вот такое стихотворение. Ну и все на этом на сегодня. Времени нет больше.